Почему режиссура, друг? Вот смотри, у тебя очевидная, да, есть фактура. То есть, казалось бы, вот человек должен себя показывать, вот это продавать, там, не знаю, быть ведущим, шоуменом, музыкантом, там, ты же начинал с аккордеона, да, вот, петь, там, не знаю, почему режиссер, режиссер, кто их знает, режиссеров-то? Ну, во-первых, что, какой мотив? Вот нравится людей унижать? Нет, 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 я артиста нужно любить, что если хочешь, чтобы артист сделал сверх своих возможностей, ты должен ему дать шанс поверить в самого себя. Дело в том, что я решил заняться режиссурой, это, мои друзья меня на это подтолкнули после аварии в Америке, вот, у меня... Я сразу перебью, когда говорят, вот, мои друзья, мне хочется конкретно список, вот, кто, кто это, вот, мои друзья? Кто сказал? Почему у тебя все время? Как скажешь? Моя очень хорошая подруга, мы с ней уже много лет дружим, ее зовут Таня Челышева, вот, она училась в Америке и в этот момент в New York Film Academy, вот, в Лос-Анджелесе. После аварии я не мог ни петь, ни танцевать, у меня висело пол лица, я был овощем, который непонятно в жизни еще что-то сделает или нет. Так вот, в этот момент я вышел из больницы и как раз Таня и ребята, которые тоже учились в Америке, не американцы, предложили мне помочь им снять как режиссеру их короткий метр. Вот, и я понял, что, возможно, эта жизнь как-то мне что-то преподнесла сейчас, и я взялся за это как никогда, я вдруг просто с головой ушел в это, я не мог оторваться от сценария, вот, я на съемочной площадке, я еще плохо разговаривал, было, плохо мог объясняться с артистами, особенно на английском, вот, у меня отшибло пол головы, в принципе, поэтому было довольно тяжело, но я получал такое удовольствие от этого, ну, вот, потом сидел на монтаже, а потом все это. И вдруг я понял, что, наверное, это какой-то выход для меня, если я ничего не смогу делать, я могу писать музыку, если я могу исполнять, я могу ее писать, я могу сидеть за компьютером и создавать оркестровую. Тогда же, после этого я начал писать музыку к фильму «Сокровище ОК», «Сокровище озера Кабан», где я снимался, и потом писал всю музыку для этого фильма. В общем, я пытался найти выход в жизни. С этого все началось, уже потом начал снимать клипы, потом короткометражный фильм «Папа», который в этом году показывали на Кинотавре, на ММКФ, сейчас на днях буквально его показывали в Америке на одном фестивале, вот, я пока еще не знаю результатов, вот, и очень скоро я еще поеду еще на какой-то фестиваль. В общем, сейчас он его везде показывает, и он очень нравится людям. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».